Привет! Добро пожаловать в студию! Саша Солс Студия. Не знаю, как его звать нормально по-русски, чтобы звучало. Ладно, неважно, СС Студия. Добро пожаловать! Сегодня день седьмой. Седьмой? Неделя! И тема книжки. Книжки, которые произвели на меня впечатления, и которые я бы с удовольствием порекомендовала. О, смотрите, я в кофточке, которую мамочка мне связала. Я же говорю, что это у меня от мамы. Мама меня научила, и мама до сих пор вяжет. Давайте начнем. О книгах говорим, да. Ну вот первая книга, это вот точно, точно, понимаете, точно она перевернула весь мир. Не в том, что я нашла там что-то новое. Нет. Просто когда я наконец-то созрела для нее, во-первых, я очень долгое время на нее просто смотрела. Муж мне про нее рассказывал, он постоянно ее читал, постоянно она была на столе передо мной, я сколько ее не возьму, прочитаю одну страницу, но не заходит. Хотя все просто, все понятно вроде, но не резонирует, никак не откликается, не цепляет меня. Мы однажды после такой же попытки, я просто как обычно начала читать и не могла остановиться. Я за день, по-моему, прочитала ее. Два максимум за поем, у поем. И эта книга, я читаю все в оригинале. Conversations with God. Смотрите, какая она вся затурысканная у нас в семье. Вся-вся-вся подранная, дыр зачитанная и мной, и мужем. Это «Беседы с Богом» Нил Дональд Уолш. Что в этой книге такого? Когда я все-таки начала читать, когда она мне все-таки пошла, страница за страницей, вообще, я не знаю, почему она мне сразу не заходила. Я не понимаю этого. Ну, вот, когда она, наконец-то, видимо, всему просто свое время. Когда я все-таки начала читать, и она зашла. И просто я читала каждое слово, и оно как будто выходило из меня. Как будто оно там всегда было. Там ничего нового. Такие прописные истины вообще. Вот, вообще, вот, все настолько просто разложено, изложено. Я не знаю, это только читать. Это только читать, и читать в свое время. И я уверена, что, если эта книга для вас, она к вам придет. Она находит всех, кого надо. Вот. В принципе, как и любая другая книга, и любая другая информация. И я обожаю и перечитывать, и цитаты выписывать. Это чудесная книга. Вот. Дальше что у нас тут? Ну, дальше я, конечно, уже вот начала изучать сыроедение. «Двенадцать ступеней к сыроедению». Виктория Бутенко. Одна из первых книг по теме сыроедения, которые я прочитала. Очень все просто и понятно изложено. Все идеально. Сама Бутенко, конечно же, уже не сыроед. И не пропагандирует, и не поддерживает сыроедение. Потому что идея, ну, не подошло. Ну, что ж, каждому свое. Может быть, в следующей жизни. Я считаю, что в этой книге все очень разумно изложено. Если бы она следовала своими, если бы она перечитала свои же книги, возможно, она стала бы сыроедом опять. Ну, давайте не будем сильно на этом останавливаться. Следующая книга, которая... О, вот это вот, да, действительно, я себя много нового открыла. И настолько все тоже, опять же, было разумно, и все это резонировало. Настолько глубоко откликалось. Вот это вот то, что кардинально поменяло мое отношение к смерти. Есть какой-то голосок немножечко страха, что, ну, что же там, боже мой, но после этой книги я поняла, что ничего ужасней жизни здесь, даже какая она бы классная не была, не может быть. Что жизнь начинается после смерти, что там совершенно другой классный мир. Это всего лишь перерождение, что мы рождаемся, наша душа. В общем, я не буду рассказывать. И своими словами переделываются между смертью и жизнью. Долорес Кэнон. Не знаю, что у вас это в зеркальном отражении, потому что я опять использую селфи-камеру. Но это очень просто удобно, понимаете? Если бы я сейчас стала устанавливать на трипод... Иногда хочется, иногда хочется, иногда вот горит. В большинстве случаев надо вот прям... Захотелось снять видео? Я вам так советую. Поэтому я говорю, пожалуйста, не надо придумывать себе отговорки. Вот у меня бы сейчас это была отговорка, что вот трипод неохота ставить. Да ну пошло это видео нафиг. Нифига. Очень просто все. Селфи-камеру включили, поставили телефон и начинаем говорить. В общем, так. Это вот я... После... После выкидыша я познакомилась с этой книгой и между жизнью... Между смертью и жизнью. Очень, кстати, своевременно. Очень-очень-очень. Тоже, чтобы понять, что случилось с моим малышом, который так не родился. В общем, это все помогает. Очень. Я советую очень-очень-очень тем, кто потерял своих близких, тем, кто хочет понять, что такое смерть, что там нас ждет. Это история. Это основано на истории. Она регрессионный... Как это называется? У меня вылетело слово. Гипноз. 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 Она умерла уже несколько лет назад. И это все основано. Все это факты, фактические истории людей, которые были под гипнозом, под ее руководством. И рассказывали истории, что с ними случилось, как они умерли, что случилось после смерти сразу. Люди, которые испытали... Ну, которые типа смерть, клиническая смерть, когда ты возвращаешься к жизни. То есть все они рассказывают, делятся, что там происходит. Это безумно интересно. Очень-очень интересно и опознавательно. Открывая глаза на многое, правда. И потом я уже открыла для себя анскулинг и прочитала в Даме Настаун. Как сказать? Одурачивание. Отупление. Джон Тейлор Гатта. Я не знаю, как по-русски называется. Я все читаю в оригинале. Ребята, вы извините. Дамминг Ас Даун. Можно, конечно, все в Гугле найти. И да, это очень тоже хорошая книга насчет нашей системы образования. Что с нами делает школа. Та школа, о которой мы знаем. Современная школа. То же самое из этой же серии. Summer Hill School. Летняя школа. Это анскулинг школа. То есть школа, которая полная противоположность школе. Где полная свобода. Где дети делают, что хотят. Где нет никакой программы. Никаких оценок. И никакой обязаловки. Это очень интересная концепция. Если интересно, это одна из самых лучших книг. Нил. Ой, я даже не помню, как он по-моему Александр зовут. Ой, я даже не вижу полного имени нигде. Да. Александр Сутерленд. Александр Сутерленд Нил. Дальше. Идем дальше. Глубже. Out of control. She followed by. Out of control. Из подконтроля. Били бесконтрольный. Бесконтрольный. Почему дисциплинирование вашего ребенка не работает? Дисциплина не работает. Понимаете? И что будет работать? Ну, о том, что дисциплинировать надо не детей, а себя. Контролировать надо не детей, а себя. Быть примером. Быть спокойным. И общаться с детьми на равном. И я с этим полностью согласна. Опять же, это не то, что я прочитала что-то в книжке. И поменяла свою идеологию. Это всегда я так считала. Нутром. Интуитивно. А потом я нахожу подтверждения в определенных книгах. В определенных источниках. В видео. В фильмах. В постах. В статьях. И понимаю уже, что мне там надо читать. Каких авторов. Кого надо слушать. Кто думает на моей волне. С кем я резонирую. А не так, что... Дайте мне почитать. Кого-нибудь с кем я совершенно не согласна. Такое мне просто не зайдет. Ладно. Видео получается очень долгим. Что-то у меня с вами король. Странный какой-то голос. Непонятно. Ладно. Да. Давайте закончим. Следующая тема. Почему я ем то, что я ем? Становится интереснее, интереснее, а? Да. Давайте расскажем, из чего состоит наша диета. И вообще задумываетесь ли вы над тем, что вы едите. Планируете ли вы? Обращаете ли внимание на что едите? Или просто вот что захотел, то и съел? Как вы считаете, диета влияет на вас, на ваше здоровье, на ваше окружение, на ваше мышление и так далее. Просто поделитесь, что вы едите и почему вы делаете такой выбор. Или почему вы вообще об этом не задумываетесь. Всем пока-пока. Спасибо за просмотр. Спасибо за ваше время. Я очень ценю. Очень-очень ценю ваше время. Очень благодарна за то, что вы приходите посмотреть на меня. Присоединяйтесь к проекту. Ребят, я не буду вставлять видео вот так вот, как я делаю сейчас на Инстаграме. Мне это надоело. Я это делала, ну просто, я просто сделала это в течение первых дней, чтобы мало ли побольше, чтобы людей увидело и вдруг заинтересовались этим проектом. Кому надо, идите на YouTube. Это будет основной мой, может быть, изредка. Я буду что-то очень, если захочется поделиться, может быть, выставлено в Инстаграме, на Фейсбуке, ВКонтакте. А вообще, я завязываю с выкладыванием еще несколько дней, может, от числа 10-го. Выкладываю такие коротенькие блоги за 90-м в Инстаграме. И все, потому что это отнимает время ненужное, это притупляет мое желание. Поэтому я говорю, все просто, все предельно просто. Захотели, подумали об этом, взяли, записали. Закрыли камеру, ну, выключили, запустили на YouTube, и все дела, и все дела. Если вы, конечно, этого хотите. Все очень просто. То есть не ищите отговоры к себе. То есть вот сейчас бы, если бы у меня это было в обязаловке, что мне бы, о, в Инстаграм выкладывать, о, нам Фейсбук надо перепостить, то как бы это, это все убирает всю легкость. И как бы делает это, усложняет задачу. А зачем нам усложнять задачу? Зачем нам лишний стресс? Сейчас делаем только то, что в удовольствие. Вот это вот мне в удовольствие записал, запустил на YouTube, и все. Пока. Кому надо, тот найдет. Кому не надо, значит не надо, значит не время. Все. Всем пока-пока. Приходите. Я вас жду. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...